Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать про дело, которым я сейчас занимаюсь. Дело очень интересное. Связано с лошадьми, с охраной памятников, с недвижимостью и судами, естественно. Суть дела. В 2012 году ярый фанат конного спорта решил купить земельный участок и там разводить лошадок для своих интересов. Значит, заниматься спортом там же и, в общем, учить своего ребенка тому же самому конному спорту. Для этих целей он купил земельный участок и на земельном участке были расположены некие руины, которые, в принципе, подходили под конюшню для его целей. Руины эти им были успешно восстановлены, устроена крыша, двери, окна. Ну, представьте, в каком состоянии эти были руины. Значит, и начал собственник использовать данное сооружение под конюшню. Все было бы ничего, если бы у нас государственные органы вдруг не выявили памятник архитектуры в виде этих руин. Памятник этой архитектуры оказался действительно конюшней, которая входит в усадьбу графа Шувалова. Поскольку государство начало усиленно восстанавливать памятники у нас на бумаге, значит, что было сделано? Первое, что было сделано, это предъявлено, значит, этому собственнику то, что он использует конюшню не как конюшню, потому что он использует конюшню как конюшню. Ну, логично, я думаю, все согласятся, что такое требование очень разумно со стороны государства. Когда они разобрали, что конюшню используют под конюшню и прямое назначение конюшни это конюшня, значит, они начали другие действия. Другие действия вылились в то, что они предъявили иск с требованием восстановить памятник культурного наследия. Восстанавливать памятник культурного наследия это не просто купить цемента, помазать штукатуркой и так далее. Это разработать проект, произвести исследование историческое, значит, истории всего этого объекта, изучить каким он был, как его модифицировали, в какой цвет его красили и так далее. И, соответственно, согласовать это все с Геопом и дальше уже начинать производить работу. Так вот, собственник, обратившись за разработкой проекта, выяснил, что проект стоит 8 миллионов рублей и, в общем-то, на этом все остановилось. Вместе с тем, у нас суд, который инициировал Геоп, удовлетворил требования Геопа и обязал его, значит, восстановить объект культурного наследия в виде конюшни, на который около 100 лет, в общем-то, никто не обращал внимания, в том числе и Геоп. Собственник, между прочим, там, помимо крыши, дверей и окон, снял культурный слой земельный, нарушил уже. Под этим культурным слоем обнаружил кладку, которая, по моим прикидкам, качественнее, чем у нас на Петропавловской крепости, поскольку она простояла 100 лет и, в общем-то, ходить по ней значительно приятнее, нежели по буложникам и навальным в цемент, как у нас сделали это на Петропавловской крепости. Сейчас я вам покажу эту кладку. Под культурным слоем откопали вот такую кладку в брусчатку. Причем, такое мощение оно было не только площади перед конюшней. Были и дороги, сделаны таким образом. Однако, под охраной Геоп данной дороги замостили асфальтом. То есть, прямо поверх данной кладки уложили асфальт и, как бы, охрана памяти к фермерам архитектуры явно повысилась на этот момент. Причем, в радиусе 200 метров у нас расположена помойка, то есть, просто строительный мусор валяется. Сейчас я его покажу. Ну вот, смотрите, типичный пример охраны памятников государством. Строительный мусор лежит давно, стекла, гвозди, доски. А вот тот памятник, который государство пытается охранять. Так нелепо. В радиусе 200 метров есть еще и постройки другие. Южные и северные корпуса хозяйственного блока. Сейчас я покажу, в каком они состоянии под охраной государства. Еще один пример. Активная охрана памятников. Вот так вот он сохраняется. Вот там вот у нас дерево растет на крыше. Все окна классные. Прям все сохранит, все сохранит. Кому-то дать это эксплуатировать. Да ни за что. Мы будем сами охранять вот в таком состоянии. Сама же конюшня досталась собственнику в плачевном состоянии. В принципе, администрация даже предлагала сравнять это все с землей. Но Геоп продолжает охранять память к архитектуре. Сейчас я покажу, в каком состоянии это все досталось собственнику. Пример. Ну и конечно же лошадки. Лошадкам на данной территории живется хорошо. Они получают четырехразовое питание. Они размножаются за первые полгода этого года. Появилось три жеребенка. Сейчас я вам их покажу. Игу-гошка, привет. Привет, Игу-гошка. Ну нету, нету ничего. Ни шаль, короче. Что-то валялся. Игу-гошка. Игу-гошка, привет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Улыбочку. Ну чего ты меня куснуть хочешь? Так, на минуточку. Лошади являются племенными. И охрана племенных лошадей у нас попадает в отдельную категорию, которая у нас предусмотрена 446 статьей ГПК. Это иммунитет на взыскание. При этом показанные 6 лошадей – это не единственная лошадь. В конюшне еще стоят другие. Сейчас я их тоже покажу. Улыбочку. 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 Улыбку. мало того на территории усадьбы графа шувалова через дорогу от конюшни строится коттеджный поселок и все это конечно же соответствует высоким стандартам охраны памятников и архитектуры сейчас я покажу насколько это близко вот и секрет всей стройки и охраны памяти здесь уже видно возведение забора брать на них я хранить это манеж при этом со стороны у края у строителей коттеджного поселка раздаются такие речи что конюшни здесь не будет тут все будет застроена коттеджи ну конечно же коттеджи это же так соответствует охране памятников но вот из-за чего вот справа забор вон здание конюшни это уже ангар с лошадьми ну и соответственно коттедж пересекает дорогу конюшни исчезает ставится коттеджа и мужики с голым торсом начинает возле своих коттеджей жарить шашлык вот такая у нас охрана памяти значит спустя какое-то время геопа вновь выходит с иском собственного данного по их мнению памятника и предъявляет тыс об изъятии памятник при этом и за мать памятника не хотят естественно безвозмездно просто взять и отнять имущество у гражданина вместе с земельным участком суд рассматривает это дело порядка полгода в двадцать третьем году она началась и вот значит в августе выносится решение решение о том что организовать торги то есть аукцион по продаже этого имущества деньги которые получатся от продажи которые должны будут переданы быть собственникам лично я не понимаю каким образом продажа с аукциона может улучшить положение памятника архитектуры если уж у нас геоп настаивает что памятник содержится как-то бесхозно то я думаю необходимо было предоставить этому факту хоть какие-то доказательства в дело чего на мой взгляд сделано нет а есть уже говорите о бесхозность у нас эрмитаж осыпается я думаю геопу надо подумать над тем чтобы продать его тоже с аукциона покупатели найдут а вот и конечно же это усилит позицию охраны памятников и принципе то самое чудовищное что происходит в данном деле то что геоп действует от имени государства если взять самое простое определение государства то можно прийти к выводу что государство это исторически сложившаяся общность людей объединенной единой территории то есть фактически геоп представляет людей а вот люди на самом деле совершенно не против чтобы там располагалась конюшня именно у этого собственника но людей к сожалению никто не спрашивает поэтому данное видео мы и я в том числе постараемся использовать для огласки данного факта потому что на мой взгляд не защита памятников натуральное вредительство вот решение суда пока не изготовлено мы его ждем будем обжаловать посмотрим кто победит я надеюсь победит правда на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо и и и и и